Ну что, русские, прошло полтора года войны и вы по-прежнему не врубаетесь. Некоторые украинцы говорят, вот немножко начало двигаться. Я сегодня с сыном проходила, что такое соль для воды. Вот если поставишь воду в холодильник, то она через какое-то время замерзнет. Например, через 15 минут она превратится в айс. А если добавишь соль, ну разболтаешь сильно, да, там 3 ложки, то за это же время, за 15 минут он не превратится в этот айс. Там можно как бы легко пробить пальцем. Так вот, получается, вы, вроде как полтора года вам говоришь, 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 да, вы еще не поняли. Но уже что-то пальцем можно пробить. Вот Казахстан вас пробивает. Грузины вас пробивают. Некоторые белорусы вас пробивают. Вас потихонечку пробивает. Ну что хочу сказать. Вы своего Путина любите, знаете, как... Вот даже если завтра солнышко перестанет светить в России, то вы скажете, ну и чего, а зачем нам солнышко? У нас вон электричество есть. У нас Путин есть. Путин нам разрешает свет включать. Завтра перестанет дожди капать. Ну и что? Зато вот Симонян нам сыт в уши. Божий расстас Симонян. У нас Путин есть. Не знаю, завтра там земля перед вами развертнется, раздвинется, да, сказать, ну и что? Но зато мы пойдем в ад. С нами Путин. Путин же с нами попадет. А у вас Путин есть. Вот такая вот херня происходит. Вас же нельзя лишить Путина, поэтому вы всегда будете хэппи. Вот такая херня. Другой человек может хочет там за границу работать, качественная медицина, там все, там работа, чтобы когда-то что-то, ну карьера шла, да. Нет, что вы, что-то. Вот я готова сидеть, вот прям вот посади меня посредине параши, вот так вот сядь, вот попы свои в булки в парашу засунь и поставь передо мной портрет Путинской. Боже, ну какое счастье. Параши теплые, родной запах. И мой наилюбимейший Путин. Вот вы говорите, что вы не похожи на Гитлера, да, что вы не фашисты, вы не нацисты, вы наоборот боретесь с фашистами. Ну так вот, я расскажу, что вот я последние несколько дней делаю мариупольские ролики. Мариупольские ролики. Вот, я хочу опять сказать про Мариуполь. Смотрите, Мариуполь был в кольце, кольце. Оттуда нельзя было выехать. Нельзя было заехать и выехать с людьми. Или привезти еду. Знаете, слово такое еда? То, что в рот кладете, и потом у вас как бы организм работает. Дети хотят кушать, бабушки хотят кушать, понимаете? Не только те, которые могут побежать и забрать, а те, которые могут, может, немощные, немощные. Нельзя было привезти еду, нельзя было привезти медикаменты. Слово тоже для вас, наверное, неинтересное. Что такое медикаменты? Да нахуй вообще больные нужны, правда? Нахуй они нужны? Можно просто забрывы скинуть больных. Пусть здоровые живут, да? Нельзя было еду, воду привезти. Воду. Привезти новости, что происходит вообще в мире, потому что был полный вакуум. Вот. И нельзя было вывезти людей. Потому что люди хотели уехать. Вы же понимаете, какой Мариуполь и война. Люди не хотят никакой войны. Я прочитала один дневник мариупольской женки, которая спаслась. Она сказала, как бы я хотела свернуться за один день до войны, чтобы идти по улице не просто просто идти, а смотреть на всех людей. И запомнить. Потому что я смотрела на людей, но я их не видела. И почти все умерли. Я бы хотела их еще раз увидеть живыми. И подойти к каждому и сказать, уезжайте. Бросайте все, что вы там нажили. Все, просто уезжайте. Берите детей и уезжайте. Это ее слова. Ну так вот. Мариуполь был полностью в вакууме. Полностью оторван от своих любимых и близких. Никакого не было доступа к миру. Так вот в Мариуполе были же магазины, больницы, школы, драмтеатр. Все было разбомблено. Все. Куда они бежали люди прятаться, вот эти места и бомбили. Школы бомбили. Больницы бомбили. То есть там лежали медикаменты, все взорвали. Базар, рынок, там где можно было как-то еду найти, взорвали. Колонки там, где можно было колодец выкопать, воду найти, взорвали. Все. Ну вот вы представите, город без этого всего. Вот что есть. Как вы будете выживать, когда есть нечего? Вот вы идете, начинаете ходить по городу. А везде взрывы. Разумеется, все порублены осколы. Все такое ранение ли человек? Вот если даже тебя не убьют. Ранение. Кто тебе будет в помощи? Больницы не работают. Скорые не работают. Жгутов нет. Что делать? Ты умираешь просто от раны. Представьте, какая смертность. Представьте, как люди, наверное, выскакивали из окон, потому что нельзя было найти лекарств, нельзя было выжить. Люди сходили с ума. Без еды, без ничего. Это, пожалуйста, один вам вариант русского счастья. И там, представьте себе, здание, которое рушится на подвал. То есть складывается здание, а внизу сидят в подвале люди, которые разговаривают на русском языке. И там все они застряли. Все, вытянет. Их никто не раскапывает. Как можно раскопать, когда вот каждый день, когда все здания рушатся? Кто будет раскапывать? Где это пожарное? Где эти люди, волонтеры? Тут же палаточки, еда. Где? Кто? Нет ничего. Наоборот, танки ездят и стреляют дальше по новому. Все. И в этих подвалах люди умирают просто замурованные. То есть замурованные люди, вы считаете, это не фашизм? Нет. То, что люди выходили, выбегали, кашу себе там помешать и быстро обратно, и пока ты бежишь обратно, у тебя прилет и осколком голову снисает, это не фашизм, нет. Когда дети спят в мокрых, в сырых помещениях, без электричества, без освещения, без кровати, это не фашизм, нет. Когда мама выходит на улицу за водой, и ребенок видит через окошко в подвале, что мама идет и ее рубит пополам осколок, это не фашизм, нет? Ну, не знаю, что вам сказать. Ну, что в Мариуполе это фашизм. Берем ситуацию с оккупацией. Вот, допустим, вы захватили город. Что? Что происходит в городе? Подвалы, 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 подвалы. Берут всех, кто ходил там в начале демонстрации, когда украинцы говорили, езжайте домой, езжайте домой, на подвалы. Все, кого узнавали, кто выходил на демонстрации, всех брали на подвалы. Родственники воюют на подвалы. Не взяли русский паспорт на подвал. Не вышли на работу. Не хотите работать с российскими властями? На подвал. В школу, в школу ребенка, если ты не взял российский паспорт, в школу нельзя. Врачу нельзя. Выходь на, ну, не знаю, в Крым нельзя. Без русского паспорта ничего нельзя. Ты как будто не человек. Все. Ты вот как мышка вот так вот бегаешь, боишься слова сказать, боишься что-то там в глаза посмотреть. Это русский такой замечательный мир, да? Ну, хорошо, Каховская ГЭСПа возьмите. Представьте дома, которые уходят под воду и рушатся, потому что размокают стены и крыша падает. А на крыше сидят бабушки. Представьте, бабушки забрались на крышу. Бабушки на крышу. Инвалиды на крышу. Без рук, без ног добрались на крышу. Сидят, а что им делать? Как их спускать? Представьте, потом вода ушла вниз, а как спустить инвалидов? Все мягкое, все рыхлое, все падает вниз, люди погибают так или иначе. Мамы с младенцами забираются на крышу. Вода поднимается выше и выше. Четыре сантиметра осталось, все, потом под воду. Куда этих младенцев? Ну, вот они плывут все вместе. Не рассталась и семья. А вы по-прежнему считаете себя великой нацией. Великой. Вам вещат со всех каналов, что оккупанты, фашисты, нацисты. Убирайте Путина. Останавливайте войну. Не мобилизируйтесь. А вы говорите, нет. Путин самый лучший. Мы не фашисты. Мы убиваем украинцев до последнего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!